Вебинар поставил на запись. Если кто-то отвлечется, кому-то надо будет уйти, то не проблема, он всегда сможет вот здесь же, на сайте этого вебинара, посмотреть видеозапись. Так, например, видеозапись первой части вот этой нашей серии вебинаров, она уже доступна на сайте. Можно даже посмотреть, да, 13 числа все это проходило. Она уже 13 числа здесь лежит. Итак, давайте начнем. У нас, конечно, сайт про... Тема это электроника, магазин дотовой техники электроники, но тем не менее, так мы будем смотреть админку, то я выбрал наше стандартное решение. И на его примере мы сейчас с вами посмотрим, как ведется какой-то учет, какой-то складской учет, количественный учет в системе 1С Bittrex. Ну, для начала хотелось бы рассказать, да, что такое количественный учет, для чего он нужен. Количественный учет – это такой режим работы с товарами в интернет-магазине, который позволяет изменять количество товара как вручную, так и автоматически после оформления заказов покупателями. Вот. Если для товаров такой количественный учет будет отключен, то, значит, эти товары всегда будут доступны в интернет-магазине, всегда покупатель сможет оформить их. А если же на сайте включен механизм такой, есть у нас еще резервирование товаров, то количество товара будет уменьшаться в тот момент, когда этот товар, например, будет приобретать. Давайте, наверное, уже подробнее посмотрим. Для этого нам надо будет перейти в раздел, в настройки раздела «Торговый каталог». Я обычно эти разделы ищу через поиск, но помимо поиска они доступны и в разделе «Настройки», «Настройки продукта», «Настройки модулей» и вот здесь вот он будет ближе к низу «Торговый каталог». Давайте посмотрим чуть-чуть повнимательнее по поводу количественного учета. Вот здесь вот он включается и выключается. А если у нас количественный учет включен или выключен, да, помимо самого учета можно еще настроить, будем мы разрешать покупать какой-то товар, если он отсутствует у нас. Например, если мы ведем количественный учет, какой товар распродали, вот для того, чтобы у вас заказы на этот товар не сыпались, а у вас этого товара, может быть, нет в наличии и больше никогда не будет, соответственно, ну, наверное, неправильно будет продавать людям то, чего у вас на складе нет. Вот, то эту лучшую галку снять. Если же этой галки нет, то, видите, у нас появилась возможность разрешать отрицательное количество товаров. То есть у нас количественный учет будет вестись и мы будем видеть, что у нас этот товар в минусах, его надо там дозакупить и отгрузить, например. Ну и также есть возможность подписаться на товар, если товара нет на складе, но потом на складе появляется, то человек у нас будет получать такое уведомление. По поводу резервирования. Давайте посмотрим, когда товар у нас резервируется. Ну, вот здесь это настраивается в разделе складской учет. Даже если у нас складской учет не включен, то мы можем включить резервирование товаров и выбрать, когда товар будет резервироваться. Например, вот при оформлении заказа. Если необходимо, это можно изменить. Это уже у нас будут настройки модуля интернет-магазин, не торговый каталог, а интернет-магазин. И здесь мы можем выбрать, когда мы будем резервировать товар. Например, при оформлении заказа, при полной оплате заказа, при частичной оплате заказа, при разрешении доставки, либо при отгрузке. Если же у нас вот этот механизм резервирования товаров отключен. Сейчас давайте вернемся опять в разделе торговый каталог. Если он отключен, да, мы посмотрели с вами, когда количество товара уменьшается. Если же он включен, то также настраиваем товар резервируется, когда у нас. Например, там опять же при оформлении заказа, либо все то, что мы видели. Что еще хотелось бы добавить? Если у нас складской учет выключен, давайте мы сейчас сохраним такие настроечки, мы включили резервирование, но складской учет выключен, то когда мы будем работать с нашим каталогом товаров, давайте откроем какой-нибудь товар. Так, у меня здесь все, наверное, товары с торговыми предложениями, нам это не помешает. Мы откроем какое-нибудь торговое предложение одно. И в настройках этого товара, в параметрах мы можем указывать, какое количество нам доступно. Можем указывать на складах, какое количество доступно. Например, да, пишем, что здесь у нас доступно в стол. Напоминаю, что все это мы делаем при выключенном модуле складской учет. Если мы сейчас с вами включим модуль в складской учет, то такие изменения уже мы делать не сможем, потому что для того, чтобы эти товары у нас на складе появились, нам их надо будет сначала оприходовать. Сейчас мы все это с вами посмотрим внимательно. Так, давайте перейдем опять в торговый каталог. И включим складскую учет. Да, вот обращаю внимание, что видите, галочка посерела. То есть при включенном складском учете механизм резервирования включается автоматически. И уже его отменить нельзя. Списание вот такого вот зарезервированного товара, оно будет осуществляться при отгрузке товара. Давайте, наверное, сейчас попробуем эту процедуру с вами сделать. Оформим какой-нибудь заказ. Во-первых, включим складской учет. У нас сразу появилось предупреждение, что так мы включили складской учет. Возможно, несоответствие общего количества и суммы остатков по складам. Для некоторых товаров, так как склады уже существовали. На самом деле, да, я здесь, когда готовился к вебинару, я завел некоторое количество складов. Давайте, наверное, посмотрим, как сначала сейчас это делается. Вот он у нас складской учет. Здесь у нас есть склады, поставщики и, возможно, заводить некоторые документы. По умолчанию у нас, если мы включаем складской учет, создается автоматически один склад. Если нам необходимо, то мы можем добавлять какие-то другие склады. Если у нас их несколько, давайте посмотрим, что из себя представляет страничка склада. Параметры, которые мы указываем, для какого интернет-магазина работает, активен этот склад сейчас. Является ли он пунктом выдачи, либо он работает для отгрузки. Адрес, описание, телефон. График работает, это все такое, текстовая информация. А вот, например, GPS широта и GPS долгота. Ну, здесь надо указывать точные данные. Это необходимо для того, чтобы, например, на страничке, если мы разместили на страничке информацию о складе, да, карту, то у нас, чтобы автоматически показывался маячок такой, где находится данный склад. Не буду сейчас ничего сохранять. Складу у меня парочку заведено. Заведен у меня один поставщик. Можем завести какого-то еще другого поставщика, да, у которого мы планируем приобретать какие-то товары для последующей перепродажи. Ну, это может быть как юрлицо, так и физлицо. У меня сейчас заведен один поставщик, Сергей Иванович его назвал. Вот. И давайте перейдем в раздел документы. Посмотрим, какие товары мы можем здесь создавать. Ну, в первую очередь, можем оприходовать товар какой-то на склад. Далее можем перемещать товар между складами, оформлять возвраты товара, списание товара и какие-то документы там отмены резервирования. Для чего все это надо? Ну, вообще, учет вести важно. И, конечно, гораздо удобнее вести какой-то учет, когда есть, ну, все это в одном месте, как бы говоря, находится. Да, ну, в нашем случае это админка. Естественно, когда ваш магазин будет развиваться, вам понадобится уже более серьезная учетная система. Ну, наверняка это будет 1С, там управление торговлей, может, какая-то другая редакция. И тогда уже надо будет настроить интеграцию с какой-то платежной системой, ну, с этой платежной системой, ну, скорее всего, 1С все-таки, и работать уже с ней. В таком случае складской учет на сайте надо будет отключать, чтобы у нас не было неразберихи, чтобы не было такого, чтобы какой-то товар отгрузили там, другой товар отгрузили здесь, потом документов не найти и так далее. Вот, то есть, ну, это скорее складской учет, который вот есть в Битриксе, это скорее такая возможность обойтись без каких-то сторонних сервисов и ввести всю такую документацию, все в одном месте. Ну, скорее подходит к каким-то небольшим магазинчикам, чем к каким-то крупным интернет-магазинам. Давайте, например, приходим какой-то товар на склад, выбираем, для какого сайта все это у нас происходит. Да, ну, мы помним, что у нас может быть несколько интернет-магазинов вправляться из-под одной админки. Выбираем поставщика, валюту и выбираем товар, который мы приходим. Причем можно как найти их в каталоге, так и найти по штрих-коду. Ну, штрих-кода у меня по-русски, к сожалению, нет. Как-то происходит вот такое вот окошечко выбора товаров. У меня один каталогик заведен. Есть возможность отображать торговые предложения как бы тоже в виде на отдельных каталогах. Но это надо в настройках делать. Либо вот таким образом можно через поиск, вот здесь, да, какое-то название описать, можно фильтром воспользоваться, чтобы отобрать какие-то нужные товары. Вот такое вот торговое предложение у меня появилось. Я выберу, например, размер, наверное, другой. Да, размер 35, 36, 37 они у меня отличаются. Ну, выберу, допустим, 37-й. Могу сразу выбрать какой-то другой товар. Ну, допустим, я ограничусь одними панталентами. Допустим, их будет 100 штук. И при закупочной цене там, пускай, условно, 500 рублей. Приходовать мы будем, ну, например, на наш склад на Московском проспекте 51, да, наш основной склад. Давайте проведем. Приходовали. Давайте перейдем сейчас сразу в этот товар и посмотрим. Ну, на запасном складе у меня их минус 100. На основном складе, да, 300. Поэтому общее количество он мне пишет 200. Как мы видим, уже в настройках товара можно количественный учет, в принципе, тоже включить, да или нет, в зависимости от того, какие типы товаров вы продаете. Например, если это какой-то материальный товар, то, естественно, количество учет должен быть включен. А если какой-то товар, например, нематериальный, то можно отдельно, конкретно в этом товаре выключить количество учет. Вот такая возможность тоже у нас есть. Так, если есть какие-то вопросы, давайте, наверное, сразу вы их напишите, потому что, ну, понимаю, что тема такая непростая на самом деле. Вопросов пока нет, поэтому давайте, наверное, поедем дальше. Если со складским и торговым учетом все более-менее всем понятно, то давайте перейдем уже к службам доставки. Да, тоже одна из наших сегодняшних заявленных тем. Находится это у нас в разделе «Магазин», «Настройки», «Служба доставки». У нас по умолчанию уже включены некоторые службы доставки. Можно, в принципе, пользоваться уже ими. Что такое служба доставки? Это, ну, по сути, это функционал, который позволяет обсчитывать стоимость доставки какого-то заказа. Может указывать сроки доставки, стоимость, регламентировать каким-то образом вес заказа, размеры, и как-то на стоимость будет влиять. Например, до 30 килограмм мы доставляем одной службе доставки, после 30 другой службе доставки. Указывать местоположение, платежные системы, при выборе которых будет доступна эта доставка, какие дополнительные услуги настраивать и так далее. Давайте, наверное, попробуем, посмотрим уже на примере. Вообще, служба доставки бывает двух типов. Первая – это автоматизированная, и вторая – это настраиваемая. Разница в том, что в автоматизированных расчет стоимости доставки, он происходит не у вас на сайте, а на сайте непосредственно этой службы. И на стоимость доставки вы здесь влиять не можете. Единственное, что можете задать наценку на стоимость доставки. Какая вам, какую вы захотите. Автоматизированная служба доставки у нас есть, например, СПСР автоматизированная, ИПС, по-моему, автоматизированная. Почта России есть и такая, и такая. Давайте попробуем новую абсолютно добавить. Пускай это будет ПЭК. Да, я думаю, все знают, такая. Это автоматизированная служба доставки. Пускай она у нас будет активна. Без группы. Группу мы можем добавлять, например, по территориальному признаку. Допустим, это, если вы торгуете, например, не только на России, но и на Европу, то у вас может быть две группы доставки. Одна группа доставки – это служба доставки, которая доставляет непосредственно только по России. А вторая группа – это служба доставки международная, которая спокойно доставляет за рубеж с Россией. Они, например, вы с ними по России не будете работать, потому что у них слишком высокие цены для России. Ну, если надо, да, добавить логотип, может указать валюту и так далее. Теперь выбираем обработчик, который уже есть. Ну, вот он, ПЭК. Наценку, если какую-то надо, там можете указать, там 10%, например, или там 10 рублей. Ну, не 10, конечно, но какой-то. По большей сумме будет. Далее вам необходимо будет ввести имя пользователя, ключ для доступа к API, то есть все те данные, которые вы получите, когда заключите договор уже непосредственно с ПЭКом. Ну, и указать какие-то все эти реквизиты свои, выбрать дополнительные услуги, если они необходимы, да, ну, например, там, такие, как вот забор груза, там, растентовка и так далее. То есть это те услуги, которые предоставляет непосредственно ПЭК. Ну, и если у вас есть какое-то имя пользователя и ключ для доступа для API, то, когда вы их введете, у вас еще две вкладочки появятся. Здесь автоперевозка и авиаперевозка, где точно так же надо будет просто заполнить необходимые поля, поставить галки, там, в зависимости от параметра вашего груза, и, в принципе, это уже будет доступно. Так, единственное, что я хотел посмотреть, да, профили. Вот они, авиаперевозка, автоперевозка, ограничения службы доставки. Ну, если необходимо, можно их ввести, опять же. Так, ну, в принципе, все. Теперь давайте посмотрим, как у нас не автоматизированная, а вручную служба доставки, ну, вот, например, самовылось, да? То есть настраиваемая служба доставки. Мы сами указываем, сколько будет стоить такая доставка. Ну, здесь у нас самовылось, поэтому стоит 0 рублей. И, соответственно, и срок доставки у нас 0 дней. Ну, если бы это называлось, например, не самовылось, а доставка курьером. Давайте, наверное, ее лучше откроем на примере посмотрим. Да, ну, вот доставка у нас там 500 рублей, срок доставки от 0, да, давайте поставим, да, 3 дней. Ограничения какие-то в службе доставки. Вот здесь у нас доставка только по сайтам это, и какие дополнительные услуги мы можем добавлять. Ну, например, я бы добавил такую услугу, как упаковка, да, единичная услуга, пускай будет, не знаю, там, например, еще праздничная, подарочная упаковка. У вас, может быть, какие-то другие это будут услуги. Указываем, кто может такую услугу назначать. Если галка стоит менеджер, то эту услугу он сможет, может включать только менеджер при работе с заказом, да. В прошлый раз вам, наверняка, показывали, как обрабатываются заказы. Вот в админке появится у него такая возможность. Или если мы ставим клиент, то эту услугу сможет добавлять клиент. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. 500 рублей пускай будет стоить это у нас. Услуга должна быть это активно сохранимой. Так, доставка курьером. Ну, давайте теперь перейдем на наш сайт. Оформим какой-нибудь заказ. Футболку купим. Оформим заказ. Так, вот у нас как раз, да, профиль у меня здесь уже заполнен. И вот доставка курьером. Он сразу предлагает выбрать дополнительные услуги. Например, доставка курьером в подарочной упаковке. Ну, будет 500 рублей. Если простой упаковки, то 100 рублей. Если без упаковки, то просто 500 рублей. Ну, вот, пэк, да, добавляли мы. Попробуем рассчитать стоимость. Но дело в том, что у нас сейчас, не знаю, стоимость, наверное, слишком маленькая. Во-первых, потому что у нас, скорее всего, не указаны параметры нашего товара, а именно вес и какие-то габариты. И, во-вторых, мы сами эту службу особо не настраивали. У нас, ну, город отправления из Москвы. У нас в Москву поедет, и все. Что у нас там информация о покупателе? Да, Москва у меня с каким-то абсолютно левым адресом стоит. Платежная система. Разные они могут быть. Давайте мы их сейчас, наверное, к платежным системам еще перейдем. Давайте оформим заказ. Заказ у нас сформирован, и нам сразу предлагается оплатить заказ. Да, мы выкурили Яндекс.Деньги с помощью Яндекс.Кассы. У нас сейчас не получится привести платеж, потому что платежная система это не настроена. И давайте, наверное, плавно мы перейдем как раз в раздел «Платежные системы». Как мы видели, у нас там достаточно обширный по умолчанию список платежных систем, с которыми мы можем работать. Добавлять платежные системы можно в разделе «Магазин», «Настройки», «Платежные системы». Ну, давайте попробуем посмотреть. Да, вот, например, что у нас с банковскими картами, платежная оплата, возможность оплаты банковскими картами. В принципе, настройки здесь немножечко похожи на настройки служб доставки. То есть, ну, в первую очередь, какое-то название платежной системы, да, должно указать, которое у нас будет на сайте показываться. В вторую очередь, указываем, для каких типов платильщиков будет та или иная платежная система работать. Ну, например, для физиков и для юридических лиц могут там разные обработчики использоваться. Ну, например, вот для физических лиц обработчик Яндекс.Касса, да, открою здесь, посмотрим подробнее. Ну, это такой агрегатор, который позволяет принимать и карточки, электронные деньги, там, и с телефона оплачивать и так далее. Вот. Вы можете поставить галку «Открывать в новом окне», для того, чтобы после оформления заказа, да, вот это окно, в котором клиенту надо будет вводить свои реквизиты, оно у него в новом окношке открывалось, а ваш сайт не закрывался. Опять же, указываете кодировку, в которой будет работать данная платежная система. Ну, это вся информация уже выясняется, когда вы будете договор с платежной системой какой-то заключать, в данном случае с Яндекса, допустим. И, в принципе, заполняете вот здесь всю информацию, ну, она здесь уже частично заполнена, да. Здесь уже никаких настроек не требуется, помимо тех, которые вам надо будет ввести, там, идентификатор магазина, номер витрины и пароль магазина. Вот. Остальные здесь уже, в принципе, заполнены. Например, автоматически оплачивать заказ при получении успешного статуса оплаты, да. То есть, когда от платежной системы ваш магазин получит информацию о том, что оплата успешно зачислена, деньги получены, то у вас автоматически данный заказ будет считаться уже как оплаченный, статус автоматически изменится, и, соответственно, менеджер должен будет только отгрузить товар, выбрать, что товар отгружен. Ну, если ведете складской учет в битриксе, а не в одиннессе, то надо будет сформировать там документы, также провести их, вот, и, в принципе, уже ввести товар своему клиенту. Разные могут быть обработчики здесь, да. Ну, например, не только Яндекс.Касса, а, например, типичный обработчик есть там для Сбербанка. Это такая система, которая не осуществляет какие-то онлайн платежи, но выводит на экран счет или квитанцию, которую можно распечатать и пойти отвезти в Сбербанк. Вот. Для платежных систем, которые осуществляют платежи онлайн, ну, у нее обработчик будет такой, что выведется на экран, что она мейл-форма, которая будет управлять данные платежной системе. Ну, в качестве примера, не знаю, вот, Ассист здесь есть, потом, кто у нас, PayFlow, по-моему, WordPlay и кто-то еще. Вот. То есть, ну, выборы есть, вам надо самостоятельно уже посмотреть, с кем вам больше понравится работать, у кого там комиссия меньше. или каким-то, может быть, другим параметром вы решите, с кем будете работать. Так, давайте еще раз, наверное. Что означает сортировка? Ну, по сути, это очередь, в которой будет выводиться ваша платежная система. Чем выше, тем, это как вес, по-моему, чем выше число, тем выше будет выводиться вот данная платежная система. Так, с этим, наверное, закончили. Давайте потихонечку перейдем к другому разделу. Про back-office, наверное, все, что хотелось бы мне вам рассказать, что хотелось бы добавить. Ну, знаю по себе, что на слух вот такая информация не очень хорошо воспринимается. Мне, например, легче было про все это почитать. Где это почитать, давайте покажу. На сайте Bittrex раздел онлайн-курсы. И вот все, что касается back-office, есть у нас в курсе, который называется администратор бизнес. Вот здесь торговый каталог. Как раз некоторые примеры я сегодня прямо отсюда проводил. Да, например, про количественный учет, про резервированные товары, складской учет. И что касается платежных систем, это настройка магазина, служба доставки платежной системы. Вот эти вот те разделы, которые я у меня рекомендую изучить. Ну и, в принципе, если какие-то вопросы по работе интернет-магазина будут у вас возникать, вот в учебном курсе достаточно все подробно описано, в том числе и с какими-то уже готовыми примерами и по заведению каких-то там инфоблоков разных, и по комментарии к товарам на основе блогов, и, в принципе, вообще пример создания готового интернет-магазина. Так, а мы с вами давайте поедем дальше и посмотрим сейчас. Эх, подключаем CRM. Наверное, у нас это не получится. Так, сейчас еще раз. Одну секундочку перескочу. Вернусь в раздел нашего вебинара сегодняшнего. Поговорим сейчас с вами про рассылочки. Да, про email-маркетинг. Вообще, не так давно у нас появился такой вот в раздел отдельно, который называется «Маркетинг», в котором мы вывели, в принципе, все то, что позволяет работать с конверсией вашего интернет-магазина. Дело в том, что сейчас вообще аудитория рунета, интернета очень заметно снизила темпы роста. То есть сейчас в интернете все уже. Люди, причем, пользуются разными устройствами. Если раньше только с компьютеров, ноутбуков выходили, то есть сейчас вовсю растет доля мобильных устройств. Порядка 9% пользователей у нас в России выходят в интернет только с помощью мобильных устройств. То есть это смартфон или планшета. И это говорит нам о том, что недостаточно уже просто завести какой-то интернет-магазин. Уже надо бороться за аудиторию, надо бороться за конверсию посетителей вашего сайта в конечных потребителей. Надо привлекать, завлекать, удерживать этих посетителей, заставлять их оформлять какие-то заказы. Надо уметь угадывать их желания, что они будут искать на сайте. Для этого существует нескольких разных инструментов. Про некоторые из них мы сегодня с вами поговорим. Во-первых, что такое конверсия, коснемся. У меня, к сожалению, не работает сейчас этот инструмент. Тут связано с моими небольшими заморочками локальными. Я работаю локально, он у меня не читает хиты, которые нужны. Но, тем не менее, конверсия – это то, какое количество пользователей прошло у вас из одной стадии в другую. Например, конверсии интернет-магазина обычно считают таким образом. Допустим, к вам на сайт зашло 1000 посетителей. Из этих 1000 посетителей 10 посетителей оформили заказ и оплатили его. Это значит, что конверсия вашего интернет-магазина – 1%. Кстати, не самое плохое число. То есть, достаточно хорошим считается показателем. Если же к вам зашло 1000 человек, но покупку уже совершили 20 человек, то конверсия вашего интернет-магазина уже 2%. И это уже больше. Это значит, что вы работаете эффективнее. Вот за этот параметр важно бороться, за конверсию. Но для того, чтобы его увеличивать, его, естественно, надо уметь измерять. Измерять можно его с такого инструмента, как пульс конверсии. Но смотреть, как он работает, надо на живом примере. Я так вкратце расскажу, что он умеет. Во-первых, он рассчитывает конверсию для интернет-магазина и показывает, сколько у вас было сделано заказов, с каких источников заходили, с каких устройств, сколько там добавили в нашу корзину, сколько оплатили, сколько оформили заказов. И по всему поэтому показывает конверсию. И даже по источникам можно посмотреть. Пришли к вам с почтовых рассылок, с контекстной рекламы, через поисковики или как-то по-другому. Давайте, наверное, про рассылку как раз сейчас поговорим, потому что на самом деле в последнее время стал очень популярный инструмент. Ну, знаю по себе, что сам периодически попадаюсь на такую удочку, какой-то яркий кричащий заголовок. Тема письма у меня в ящике. Обычно они строятся по особым методикам, которые, грубо говоря, цепляют психологию человека. То есть название как-то зацепляет человека. Хочется открыть письмо, понять, о чем же там пишут. Ну, открываешь, а там тебе уже какой-нибудь красиво написанный текст, какое-то предложение, какая-то скидка, возможно, и уже несешься покупать тот товар, который тебе предложили. Либо же, если ты заинтересован в какой-то теме, и тебе интересно получать новости, да, от интернет-магазина, например, какие-то там смотреть, что нового, из товаров появилось, то ты сам подписываешься на такую рассылку, и потом, например, раз на неделю смотришь какой-то дайджест, например, обзор товаров и так далее. Вот возможность такие рассылки делать появилась не так давно, наверное, где-то полгода назад, насколько я помню. Давайте попробуем, посмотрим, как это работает. В разделе маркетинг, вкладочка e-mail маркетинг, и давайте добавим через мастер, мастер создания рассылок. Ну, вообще, много сейчас уделяем внимания таким вот мастерам. Это сделано для того, чтобы пользователю проще было научиться работать с каким-то инструментарием. Ну, то есть, не обладая каким-то специальным техническим знанием, можно создавать какие-то рассылки. Давайте создадим вот новую рассылку. Пускай она будет называться «Дайджест интернет-магазина». Да, ну, можем вывести ее в полученные части для подписки. Если надо, чтобы у нас на эту рассылку, могли люди взять и подписаться. Мы создали пока саму рассылку, и сейчас мы должны выбрать группу получателей, для которой будет данная рассылка создана. У меня пока сайт небольшой, демонстрационный, поэтому у меня здесь есть только одна группа покупателей, куда я включил всех покупателей. Вы можете самостоятельно создать такую группу, выбирая базу, откуда брать данный покупатель, да, e-mail, там, например, это будет покупатель вашего магазина, либо просто пользователь вашего магазина и так далее. Можно брать несколько групп и исключать, например, одну группу из других. Например, выбрать всех пользователей вашего сайта и исключить из них те e-mail, e-mail тех пользователей, которые делали у вас заказы. Например, вы хотите только рассылку сделать тем, только тем, кто заказы никогда не делал, но просто когда-то зарегистрировался у вас на сайте. Ну, здесь это настраивается. Мы выберем сейчас, поскольку проще, выберем просто всех покупателей, которые у меня есть. Их всего три. И здесь уже переходим к следующему шагу, это создание выпуска. Несколько шаблонов по умолчанию представлено. Давайте возьмем какой-то, например, вот такой вот три столбца. Тоже готовый шаблон. Редактировать его можно как в виде HTML, так и используя визуальный редактор. Указывайте тему письма. Например, мы будем так. Нет, уважаемые не очень хорошо. Давайте вот так вот. Дайджест сайта. И вот такую переменную сюда вставим, например, сайт-найм. Здесь у нас сразу подсказочка такая. Вы бы, конечно, название сайта, к которому привязана рассылка. Ну, это будет дайджест сайта, сайт-найм. Помимо того, что сюда мы можем, да, свою какую-то картинку, тексты подгружать, мы можем сюда закидывать какие-то уже готовые компоненты, которые у нас есть. А если в прошлом занятии мы показывали, как создавать какие-то новые страницы на вашем сайте, да, в Битриксе, с помощью визуального редактора, вы, наверное, знакомы уже, что есть такие там компоненты, сниппеты. Вот. Можно, в принципе, выбирать их. Например, закинуть сюда список новостей для почты. Ну, необходимо будет, конечно, настроить этот компонент, указать там тип инфоблока, да, ну, мы сюда новости будем писать. Количество там, поле для первой строки и так далее. Все это указываем, просто закидываем сюда этот модуль. Когда будет формироваться рассылка, то сюда автоматически будет список новостей у нас попадать. Либо, например, что-то другое. Давайте мы посмотрим, где-то на магазин. Например, генерация купона на товар для почты, да, то есть автоматически будет сгенерирован купон. Мы чуть-чуть попозже сейчас посмотрим, как это работает и куда это вставляется. Вот. Ну, какие-то почтовые блоки там. Таким образом, да, например, хоп, имя вставим сюда. Вот. То есть таким образом у нас сюда попадет имя получателя нашего e-mail, ну, которое у нас записано где-то в его профиле. Ну, и какие-то базовые блоки, да, там возможности отписки, отрасывки, изображения, линии, текст и так далее. Давайте, наверное, с этим закончим. Так посмотрим, что ли мы ввели. Отправитель. Ну, по умолчанию у меня такой вот некрасивый адрес. Ну, если вы будете уже на хостнике размещать, согласно инструкции все правильно настроить, то он вам предложит сразу ваш адрес как администратора сюда вставить. Либо можете какой-то другой адрес сюда, тот, который необходимо вставить. Ну, если вложения какие-то, ну, да, тоже сюда можно прям сделать drag-and-drop. И такую вот рассылочку тоже, если необходимо, можно сохранить мои шаблоны, ну, например, с названием Digest. То есть мы выбили, вы видели, да, когда выбирали шаблон, что у нас там были мои шаблоны и какие-то разные другие. Так, глянула вопросики, пока нет вопросов, ну, надеюсь, что все понятно. Теперь рассылку мы можем либо отправить сразу, либо отправить в определенное время, либо настроить какую-то периодическую отправку по расписанию. Да, ну, таким образом нам надо будет тогда добавить расписание. Либо указываем дни месяца, например, каждое первое число, там, с 10 по 20, или там какое-то конкретное другое число, да, либо по дням недели указываем и время, в которое будет уходить эта рассылка. Теперь мы их сохраняем. Состояние выпуска у нас, ну, ожидание дня отправки, все понятно, да, сегодня я не посмотрел, честно говоря, время какое на угар ткнул, вот, но, тем не менее, тем не менее, эту рассылочку можно сейчас протестировать, выполнить тестовую рассылку, вот, например, на личный ящик мне предложил эту рассылку отправить. У меня сейчас отправить не получится, потому что у меня не настроены почтовые серверы здесь на сайте, поэтому я ее просто сохраню, вот, а вы же в своем случае можете эту рассылку отправить себе на почту и обязательно это рекомендуем делать, для того, чтобы посмотреть, насколько корректно все отображается и в случае чего подправить шаблончик какой-то. Далее, по этим рассылкам вы сможете посмотреть какие-то, ну, да, у нас рассылка не выполнялась, но, тем не менее, есть инструмент, который позволяет посмотреть статистику, сколько писем было отправлено, сколько писем было открыто, если какие-то переходы по этим письмам были, то тоже все это будет отображаться. Еще один интересный инструмент e-mail маркетинга это так называемые триггерные рассылки. То есть рассылки, это рассылки, которые автоматически отсылаются в зависимости от каких-то действий либо от какого-то бездействия клиента на сайте. Вы можете создать как самостоятельно такую рассылку, так и воспользоваться теми шаблонами, которые мы предлагаем. Например, давайте, да, посмотрим. Например, отмененный заказ. Ну, здесь такое вот описание, я зачитаю прямо, что если мы запустим такую рассылку, как отмененный заказ, то письма из этой цепочки будут приходить тем к свидетелям, которые уже почти оформили заказ, но отменили его на стадии оплаты. Такие клиенты, скорее всего, были настроены довести покупку до конца, ну, что-то помешало, и поэтому им будут уходить специальные письма, которыми будем пытаться вернуть этих клиентов. Что еще есть? Письма в догонку. Ну, вот письма, которые приходят клиенту после первой закрытой покупки. То есть там какая-то благодарность, просьба оставить отзыв на сайте и так далее. Будильник 90. Три месяца клиент не заходил на сайт, и вы отсылаете ему такое письмо, что как же так, у вас 90 дней не было, куда же вы пробовали, может, какую-то скидку предлагаете. То есть, грубо говоря, выполняете задачу вернуть пользователя на сайт. Ну, хулиганство это такое, там, например, 111 дней не было человека на сайте. Ну, еще есть будильник 180, будильник 360. Забытая корзина, да, тоже. Бывает, что человек там зарегистрировался на сайте, положил несколько товаров в корзину, потом уходит, так и не оформив заказ. Ну, вот, чтобы такого клиента вернуть, можно такой, давайте, наверное, кстати, ее и попробуем запустить. Выбираем рассылку. Так, автоматическая триггерная рассылка. Давайте следующий шаг. Так, указан отправитель. Вот, как раз здесь уже выбираем, да, условия запуска. Ну, так, мы забытая корзина, то выбираем условия забытая корзина, хотя условия могут быть какие-то другие, да, например, там, при создании нового заказа, мы что-то отправляем. Вот, указываем время запуска. Эта настройка, рассылка дополнительно запустится еще и для пользователей, которые не выполняли действия больше указанного количества дней. Да, например, если надо, там указываем 10 дней, допустим. И достижение цели, чего мы хотим добиться от этого пользователя, указываем оплату заказа. Все, в принципе, по сути, можно запустить эту рассылку, чтобы она у нас была. Так, запущено. Ну, опять же, тестовываем. На самом деле, я хотел немножечко другое показать. Ну, вот, отмененный заказ. У меня старая есть, рассылка. Настройку писем. Показать, что это может быть не одно письмо. Тоже, да, здесь условия какой-то отменного заказа. Ну, если у нас цель достигнута, то мы будем видеть, что у нас по этому письму кто-то пришел по ссылке в этом письме. Вот, что я хотел показать. Это письма. События, запускающие рассылку. Ну, событие у нас было выполнено, допустим, на сайте был изменен заказ. Через, сразу же, через какое-то время, можем изменить, да, через 30 минут, там, через 120, как угодно, мы отправляем ему вот такое письмо. Первое письмо. Видите, у нас здесь письм несколько. Первое письмо, в котором будет написана вот такая вот информация, да, название нашего сайта, двоеточие, кажется, вы случайно отменили заказ. И здесь указано, что сразу же мы заметили, что вы оформили заказ, но в последний момент вам что-то не помешало. Бла-бла-бла. Если у нас человек не реагирует на это письмо, то через один день после этого письма, да, здесь мы указали один день, мы отсылаем им второе письмо. Ваши товары отложены и ждут вас. В втором уже пишем, что вы положили несколько заказов в корзину, но так и не оформили заказ. На всякий случай мы отложили выбранные товары, то есть, ну, здесь скорее какой-то психологический момент, да, мы уверяем клиенту, что его заказы отложены, хотя, может, на самом деле у нас настройки резервирования товара стояли так, что они на три дня после оформления, не после оформления заказа, а, нет, у нас здесь оформление, на три дня после оформления заказа они у нас, например, регистрируются. Вот. Ну и так далее, да, отправляем письмо. Один день еще прошел, допустим, да, указано у нас здесь, мы шлем третье письмо, и вот это то письмо, которое хотел показаться, хотел показать письмо с купоном на скидку. То есть мы закидываем такой вот компонент, генерация купона на товар для почты, и у нас здесь автоматически будет сгенерирован купон на скидку, и получив это, вернувшись в корзину и введя этот купон, клиент у нас может получить какую-то скидку. Вот таким образом можно делать триггерные рассылки. Давайте посмотрю вопросики, но я думаю, что здесь, в принципе, все было понятно. Так, спрашивают, насколько эффективна эта рассылка, какова вероятность попадания в спам. Ну, вероятность попадания в спам всегда есть. По поводу, что эффективнее Unisender и стандартная рассылка Bittrex. Ну, на данный момент, конечно, с моей точки зрения, Unisender будет поэффективнее. В силу того, что это сервис, который специально заточен на рассылке, даже, наверное, сказать, не столько эффективнее, сколько он более гибок в настроек, чем мы. Он более разнообразен. Но, если вы хотите работать с Unisender, да, в Marketplace, например, есть приложение, которое позволяет интегрировать Unisender вместе с Bittrex. Либо, если не хотите платить деньги за Unisender, то можно пользоваться рассылками Bittrex. Будет еще дорабатываться и расширяться этот инструмент уже этой осенью, в ноябре, наверное, у нас будет новый релиз Bittrex управления сайтом, где можно будет как раз с новым функционалом ознакомиться. Так, по поводу вопроса задают почтовый сервер физически, находится отдельно от веб-сервера, как настроить почту. Я вот так сходу вам сейчас не расскажу. Напишите, пожалуйста, свой e-mail. Я его увижу. Мы сегодня после вебинара с вами свяжемся и пообщаемся. Давайте вот так договоримся. Технический вопрос я, к сожалению, вам не отвечу. Мне понадобится помощь техподдержки. Так, все, e-mail я записал. Как и где, необходимо будет ввести код купона на скидку со стороны клиента. Ну, в корзине. Давайте перейдем, посмотрим. Никаких товаров здесь у меня нет. Вот сюда вводится купон для скидки. Про скидки я сегодня не буду рассказывать. Это тема третьего вебинара. Но в двух словах, тоже достаточно просто. Скидки эти заводятся в битриксе. И инструмент, который позволяет сделать скидки, ну, практически любые. Практически, как на Амазоне. Только гораздо быстрее. Так, для того, чтобы показать вам третий инструмент, мне, наверное, потребуется сейчас небольшую вот такую вот настройку произвести. Угу. Так, сейчас, одну секунду. Давайте, наверное, мы поступим следующим образом. Давайте следующим образом сейчас поступим. Я сейчас передам слово Екатерине. Она вам... Немножечко, да, разгрузим такую часть, когда мы смотрим, как все происходит в админке. Она расскажет конкретно про интернет-магазины с какими-то практическими кейсами. А потом мы вернемся, и я покажу вам еще несколько инструментов. Так, что мы с вами посмотрим? Ну, чуть-чуть коснемся веб-аналитики. И посмотрим АБ-тестирование. Это тоже связано с аналитикой. Это тоже достаточно интересный инструмент. Так, Екатерина, сейчас тогда переключаю на тебя. Так, сейчас ждем тогда. Сейчас у нас... Ага, Екатерина, уже должно быть слышно. Уже и видно. Все, я тогда временно отключаюсь. Ухожу из эфира. Очень приятно. Коллеги, добрый день. Меня зовут Екатерина. Я менеджер по работе с партнером... Давайте поставим опять плюсики в чате. А занимаемся мы в Ариш. Алло-алло? Алло. Да, Екатерина, слышно. И можно, в принципе, уже начинать рассказывать. Ага, замечательно. Да, компания наша занимается решениями для увеличения конверсии и онлайн-эффективности интернет-магазинов. Работаем мы в мире уже около 7 лет. В России уже 2 года. Более 10 тысяч клиентов у нас во всем мире. И занимаемся мы тем, что помогаем нашим клиентам продажу увеличивать. Отсюда наши как раз знания по аналитике и какие-то инсайты по именно структуре строения интернет-магазинов. Темой нашей сегодняшней будет именно как привлекать, удерживать и по возможности конвертировать пользователей. Соответственно, первая тема – это привлечение, собственно, трафика. 5 ошибок, которые мы заметили по работе со своими клиентами, когда они привлекают трафик. Во-первых, многие ошибочно полагают, что если пользователь уже зашел на сайт, это значит, что он обязательно у вас что-то купит, да, что он останется, станет лояльным, и вы будете вместе долгие годы. Увы, и ах, это не всегда так. Поэтому даже если при привлечении трафика вы видите, что многие переходят на сайт, многие кликают, это может никак не повлиять на непосредственно прибыль. Еще одна проблема – это недобросовестные поставщики. Я боюсь, что многие, наверное, с этим сталкивались, да, когда нагоняется много некачественного трафика. Ага, так, это, наверное, был еще не к моей теме. Так, соответственно, да, я думаю, что многие знают, что это такое. Еще один момент, который мы заметили, что когда некоторые сайты и проекты привлекают трафик на свой сайт, то потом с пользователями никаким образом не работают, то есть не помогает им пройти вот этот путь, собственно, от главной страницы до самой покупки. Да, в качестве аналогии это все равно, что если человек зашел в магазин, да, офлайн-физический магазин, да, он что-то вроде бы осмотрелся, понял, не понял, да, и к нему не подошел, не подошел продавец-консультант, не подсказал ему, как дальше поступать, да, что, какие товары можно посмотреть и что выбрать. Еще одна ошибка – это какие-то технические недоработки. Например, у одного довольно известного бренда, с которыми работали, все время падали и были какие-то ваги в корзине. И поэтому, да, даже несмотря на то, что они вкладывали очень-очень много средств в работу с трафиком, многие пользователи не конвертировались просто из-за того, чтобы была ошибка. И много говорят, да, и сейчас это такое популярное направление, это мобильная версия и адаптивный дизайн. То есть, да, по статистике говорят, что в 2016 году уже больше половины будет транзакции совершаться именно с мобильных устройств, с таблеток, да, или с экранов больших смартфонов. Поэтому очень хорошо иметь мобильную версию, чтобы пользователь, которого вы таким трудом привлекли, чтобы он мог удобно посмотреть, да, и купить что-то на вашем сайте со своего мобильного устройства. Что же такое? Некоторые из способов привлечения трафика, да, здесь я разделила на, соответственно, если у вас есть бюджет, и если бюджета у вас нет. А если есть бюджет, то и у нас, да, и у коллег существует большое количество вариантов так называемых пакетных решений с проспектингом. То есть это когда ищутся пользователи, которые могут быть потенциально заинтересованы в покупке товаров, да, похожих на те, которые у вас есть в интернет-магазине, их, соответственно, ищут на других сайтах, размещают, например, баннеры рядом с каким-то релевантным, позитивным контентом, да, связанным с вашим темой, показывают ваше интересное предложение, и все здорово, пользователь переходит на ваш сайт, да, там вы с ним работаете, он, соответственно, покупает. Обычно такие решения пакетные, в принципе, да, там заключают, например, пакет на месяц, потом или несколько, и они довольно эффективны, по крайней мере, вот по нашему опыту работы. Но вот опять-таки, хотелось бы снова подчеркнуть, что недостаточно просто привлечь пользователей на сайт, важно потом с ним также работать. Важно, чтобы ему было удобно, чтобы он понимал, что именно он делает на сайте, чтобы ему помогли вот эту покупку совершить. Вот еще один известный сейчас очень популярный способ – это платное продвижение в социальных сетях, причем, на мой взгляд, один из таких самых интересных инструментов – это вот именно отзывы, да, это, безусловно, работа с пользователем в социальных сетях, когда, даже если, да, поступает какой-то запрос, например, сообщение в группу в социальных сетях, у вас есть специальная служба, которая его обрабатывает, там, с течением. То есть я слышала цифры до, там, 10-15 минут, да, запрос может обрабатываться коллегами, которые занимаются такими вот историями. Из бесплатных методов, да, наверное, все читали историю успеха, про то, как начинали, да, там, в социальных сетях делать какие-то проекты, писали интересный контент, люди лайкали, да, там, или делились, и, соответственно, вот таким вот образом, медленно, наверное, создается ядро лояльных пользователей, которые потом распространяют информацию, делятся, да, соответственно, заходят на ваш сайт, приобретают, потом, как с нашимиком, нарастают, нарастают, пользователей, да, их становится больше, и, да, в итоге получается здорово, хорошо, интересно. Старый, добрый, проверенный метод, занимает чуть больше времени для такой вот серьезной раскрутки, но, тем не менее, работает, на мой взгляд, что если контент интересный, то он всегда помогает пользователям. В частности, у нас вот в работе был пример, ну, таких, скорее, даже два примера для контраста. Одна компания, которая занималась вот именно привлечением, таким довольно агрессивным привлечением трафика, и второй интернет-магазин, который пошел вот именно путем, там, размещения каких-то статей, размещения фотографий, комментарий экспертов и вот такого рода активностей, и из того, что мы видели в своей платформе, из того, что мы видели в статистике, было видно, что конверсия, да, вот магазин, который именно аккуратно выбирал свою целевую аудиторию, формировал вот это ядро, она была гораздо более лояльна, у них была выше конверсия, у них чаще покупали. Ну, соответственно, тише едешь, дальше будешь. Допустим, да, каким, тем или иным способом пользователи были привлечены на сайт, соответственно, да, как их провести по вот этому пути пользователя, что можно сделать и что нужно сделать. Мы обратили внимание по своим наблюдениям, да, и статистике, потому что наша платформа позволяет видеть, с какого именно поля, да, человек, на какое поле человек последний клик, и из какого поля он уходит, и вот с новостью этих наблюдений мы выделили для себя несколько таких стадий, с которых пользователи уходят. Любимое, да, там и чаще всего это доставка и регион, да, соответственно, если у вас доставка для определенного региона стоит дороже, чем это объявлено на сайте, лучше сразу об этом сказать пользователю, потому что иначе в противном случае он может почувствовать себя просто обманутым и уйти. У нас был, например, кейс, что когда мы заметили, что с поля доставки, да, уходило до 40% всех пользователей, которые бросали корзину, мы сообщили об этом клиенту, да, и они изменили условия, то есть прописали, что вот там, дорогие покупатели, учтите, что при заказе в такие-то регионы, да, цена доставки может варьироваться. Это улучшило показатели, да, то есть процент именно ухода с поля региона стал, вот этот баллон стал не столь драматичным, что, в общем-то, говорит о том, что аналитика была сделана верно. Еще один момент, который мы заметили, вот именно такой специфический для России, это автозаполнение адреса и индекса. По нашим наблюдениям, когда человек вводит, да, адрес или индекс, а потом он подключается к третьему ресурсу для того, чтобы этот адрес заполнить автоматически, очень часто это занимает много времени, не находите, например, нужный номер квартиры, да, или нужный номер дома, пользователь их сражается и их покидает. Ваш сайт, поэтому не знаю, насколько возможно с новым сайтом Почты России для сервиса будет делаться лучше, но такая, по крайней мере, вот у недавних пор такая проблема была. Еще один момент, это небольшой выбор способов оплаты. На мой взгляд, в данном случае чем больше, тем лучше, потому что все-таки доверие к онлайн-способам оплаты различным в России не столь велико, как, например, в Великобритании, где у нас еще много клиентов, где это доверие абсолютное, да, и вероятность того, что у вас где-то могут похитить номер карточки, да, и номер кошелька, она достаточно мала. Поэтому, если у вас есть шанс угодить пользователю с тем способом оплаты, который ему комфортен, это замечательно. Еще одна проблема, это большое количество полей при заполнении формы заказов. Тут можно, бывают случаи, и мы тоже такие видели, когда действительно для покупки нужно ввести достаточно много данных, и они объективно необходимы, например, если покупатель – это юридическое лицо, и все вот эти поля, они нужны просто для оформления. А здесь мы обычно советуем поставить какое-то небольшое поощрение, да, там, например, что если пользователь заполнил половину, да, и он собирается уходить, вы можете показать ему какое-то сообщение, да, такого триггерного характера, какой-то триггерный поп-ап о том, что, дорогой наш пользователь, у нас осталось же совсем чуть-чуть, и вот у вас будет такая замечательная вещь. Пожалуйста, просто закончите до оформления этого заказа. Соответственно, еще один момент, который связан, опять-таки, во многом с доставкой, да, по большей части, это какие-то скрытые платежи. Мы очень настоятельно, настоятельно рекомендуем их избегать, и даже были случаи, когда к нам обращался клиент, да, там, с помощью помочь увеличить их конверсию, и мы, пройдя, вот, пользователи замечали, вот, вот, наличие этих скрытых платежей, и мы настоятельно рекомендовали вот этого, да, избежать, то есть более четко описать условия, или как-то переделать вот форму оформления заказа. Соответственно, потому что даже если делать какие-то те же рассылки по брошенным корзинам, или подключать мотивирующий поп-ап, это просто будет неэффективно, да, от того, что вот негатив пользователя, вот, вот, изнакомление с информацией о вот этих крытых платежей, да, нас просто сводит на нет все усилия. Несколько, опять-таки, советов и того, что мы видели на сайтах наших клиентов с хорошей конверсией, да, в том числе, например, для электронных магазинов электроники, да, с хорошей логичной формой заказа, с эффективной и заботливой службой поддержки, там, мы, например, видели, что конверсия может доходить до 2-3 и даже 5%, при том, что необязательно, это очень известный бренд. Логичный способ оформления заказа, очень важно указывать всю информацию, да, там, о доставке, о возможности уменьшить количество полей для оформления заказа. В общем-то, я думаю, что, да, чем проще, тем лучше в данном случае. По поводу, еще раз, да, по поводу момента, по поводу внесения информации для оформления заказа и поощрения, например, за информацию, да, какую-то дополнительную регистрацию. У нас был такой пример, когда один из наших клиентов довольно успешный магазин с большим трафиком, но очень, действительно, очень хорошей конверсией, да, то есть до, там, 10-12%, и они решили пойти на такой шаг, они решили, что пользователи больше не смогут оформить заказ, не завершив регистрацию, да, то есть не зарегистрировавшись. И мы вот наблюдали, собственно, как все это происходило, и поначалу, где-то в первый месяц у них просели продажи, да, то есть некоторых пользователей необходимость регистрации для того, чтобы приобрести какую-то вещь, вызывало раздражение, но, в принципе, что мы стали наблюдать потом, что где-то примерно через месяц-два продажи снова вышли на прежний уровень, и мы потом пошли вверх. Почему? На мой взгляд, по большей части это было связано именно с увеличением числа лояльных пользователей, о которых будет чуть дальше, которые пают больше, да, и с которыми проще и очень часто гораздо эффективнее работать. Уже я упоминала, да, по поводу наличия фрикюр, то есть какие-то вопросы-ответы, часто задаваемые условия доставки. И последнее, да, это действие раздражающих факторов, которые отвлекают внимание пользователя. А здесь, на наш взгляд, важно следующее. Сейчас очень популярны различного рода поп-апы. Да, что-то всплывает по пользователю слева, справа, сверху, внизу, мелькает, привлекает внимание. Это очень здорово, но момент здесь такой, что пользователи заходят на ваш сайт с определенной целью, да, или ознакомиться с информацией, или покупка, да, или что-то другое. Чтобы это не было, он находится в неком процессе, в процессе выбора, да, в процессе изучения информации. Ну, если вот в этот самый момент его внимание отвлекается, да, то есть что-то выпрыгивает ему, например, сверху, да, там всплывает поп-ап с каким-то даже самым-самым хорошим предложением, несмотря на это, но несмотря на то, что предложение хорошее, оно может вызвать негатив, просто потому что человек определён, да, там, посередине какого-то процесса. Поэтому наши рекомендации, если вы хотите пообщаться, обратиться к своему пользователю, да, как-то его мотивировать, завершить путь пользователя, совершить вашу покупку, да, или там зарегистрироваться, любое, совершить любое целевое действие, лучше всего обратиться к нему где-то между, да, теми действиями, которые он совершает на сайте. Например, это может быть переход на другую страницу, уход с сайта, переход на страничку корзины, да, когда можно показать какое-то сообщение, он будет готов его воспринять, потому что в данный момент он вот кликает, и в принципе ничем не занят. Это момент такой, на наш взгляд, довольно важный, потому что наша цель все-таки, чтобы пользователь дошёл до конца, но и прерывать его не хочется. И как раз вот несколько слов о лояльных пользователях. Есть исследование, которое показало, что если превратить всего 5% ваших покупателей в лояльных, то ваша прибыль может увеличиться на 75%. С чем это связано? Это прежде всего, что вам практически не нужно тратиться на общение с этими пользователями, потому что если они зарегистрировались, это значит, что у вас есть e-mail, телефон, возможно, домашний адрес, да, на который можно прислать, да, какое-то открытое предложение. Лояльные пользователи, если они действительно приходят на ваш сайт, они совершают покупки, они возвращаются снова, это ваше лицо, это основа вашего позитивного имиджа, потому что это именно те люди, которые оставляют отзывы в социальных сетях, рекомендуют вас друзьям, как на словах, так и в онлайн, что особенно ценно. Также, например, да, сейчас вот наши коллеги делают решения, на мой взгляд, очень удачные, очень такие мотивирующие, да, когда непосредственно на странице вашего сайта есть окошко, где видно, что в данный момент пользователи пишут о вашем магазине в своих социальных сетях, да, то есть, соответственно, как только человек заходит на сайт, он сразу увидит, ага, там, вот, отзывы хорошие, здесь покупают такие-то, такие-то вещи, соответственно, это очень здорово. Еще один важный момент, это то, что у лояльных пользователей выше средний чек. Это показатель такой вот общий по ритейлу, как оффлайн, так и онлайн, и он наше собственное наблюдение, потому что чем, скорее всего, если пользователь покупает у вас часто, да, вы делаете ему какое-то предложение, например, пакетное, да, соответственно, он покупает гораздо больше. Ну, и, естественно, плюс в том, что они делают это регулярно. Несколько таких способов, не знаю, насколько неожиданно, завоевать, собственно, любовь ваших покупателей, да, и сделать их по возможности лояльными. Первое, да, это я уже упоминала, мотивировать пользователей регистрироваться, возможно, поначалу это вызовет некую негативную реакцию, но если, например, сказать им о том, что вы там, дорогие вы наши, если вы зарегистрируетесь, мы не знаю, будем дарить вам подарки на день рождения, или делать, присылать, например, первыми, да, информацию о каких-то социальных акциях, то есть для вас, например, распродажа начнется на два дня раньше, то почему бы и нет, в принципе, сейчас люди, людям нравятся социальные предложения, они с удовольствием могут такую возможность рассмотреть. Здорово и очень эффективно это предлагать какие-то донусы, да, за то, что пользователи оставляют отзывы, например, на вашем сайте или в социальных сетях, любого вида, публикуют, да, там какие-то фото, видео, аналитические отчеты, вот с вашими товарами, привлекают своих друзей, да, там приводят их, это все, если это все поощряют, пользователи вам будут благодарны, там покупатели появляться, они будут приходить снова и снова. На мой взгляд, один из самых пласты и эффективных инструментов – это предлагать скидки на будущие покупки. Здесь есть такие два момента, что, в принципе, вы практически ничем не рискуете. То есть, если пользователь вернется, воспользуется этой скидкой, купит у вас еще раз, здорово, да, он будет лояльным. Если он не вернется, да, и не купит, ну, соответственно, вы ничем не рискуете, потому что скидку или промокод промокодом он не воспользовался. Еще один важный момент – это персонализация столь модная, популярная сейчас в e-commerce, в России, так и в мировых СМИ. Но самый такой вот очевидный, да, и явный способ – это обращение к пользователю по имени. Если он зарегистрированный, то, в принципе, да, это вполне естественно, вы знаете его имя, а если, например, он был у вас на сайте и начал регистрацию, например, бросил корзину, то есть сервис, в том числе и наш, который позволяет обратиться к этому пользователю по имени, и, например, как в теле, так и в теме письма, и вот мы заметили, по крайней мере, по своим email-рассылкам, что персонализация в теме письма, когда-то обращаются по имени, например, Екатерина, вы оставили что-то в своей корзине, работает в среднем на 20% лучше и эффективнее, чем любая другая тема. Еще один важный момент – это рекомендации, да, товарные рекомендации очень эффективны, и, я думаю, вы видели кейс от Озона, который они недавно презентовали, о том, что персонализация помогла им на 25% повысить продажи, именно за счет того, что из их рассылок, да, из их бисен пользователи очень довольно часто выбирали рекомендованные товары и покупали их. Очень хороший, удобный сервис, как раз вот переходя к пятому пункту, это очень здорово, когда какие-то сопутствующие похожие товары или с этим товаром также покупали, работает, это очень здорово. Теперь, наверное, к более конкретным примерам, к нашим кейсам. Кейса будет два. Первый кейс – наш клиент, магазин электроники и фототоваров, с которым мы работали именно по email-ремаркетингу, то есть мы для них делали и делаем кампании по брошенным корзинам. То есть, если, например, пользователь доходит до оформления заказа, начинает его, но заказ не оформляет и уходит, да, при этом вводя свои данные в поле это email-имя, мы имеем возможность отправить им письма электронные с напоминаниями о том, что у них в корзине был тот или иной товар. Начав и при работе в какое-то время с данным магазином, мы заметили, что у них довольно высокий процент отказа в возвратах товаров. На наш взгляд, это было связано с двумя факторами. Первый, как это ни парадоксально, на сайте совершить покупку было слишком легко, то есть некоторые пользователи догляют, судя по отзывам, просто не замечали, что они заказ все-таки сделали, и поэтому, когда им заказ приходил, да, там, или звонил клиент, курьер, да, они говорили, да, нет, 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 что вы, мы не заказывали, мы там просто смотрели, просто положили в корзину, а там просто случайно кликнули кнопку. Это был один вариант. И второй, что так как среда все-таки очень высоко конкурентная, да, есть вероятность, что пользователи заказывали, и потом просто видели где-то, например, что-то дешевле, или соски, да, и уходили к конкуренту. Что мы предложили сделать? Так как мы заметили, что было довольно такое четкое деление на два типа клиентов, да, две части, то есть были те, кто совершали покупки с достаточно небольшим средним чеком, да, какие-то сопутствующие материалы или аксессуары, и были те, кто покупали непосредственно технику, соответственно, с очень высоким средним чеком. Мы предложили работать с двумя этими категориями пользователей, но сделать для них разное мотивационное предложение, то есть прогрессивно предлагать большую скидку, то есть для тех, у кого средний чек был веселый, высокий, да, предлагать скидку больше, чем процентно, чем у тех, у кого он был небольшой. И также запустить такую двуступенчатую рассылку на поброшенную корзину, то есть первое, допустим, человек бросает корзину, мы ему присылаем письмо, да, через 40 минут, что вот, вы знаете, мы заметили, что вы были на сайте, вы ставили в своей корзине такие-то вещи, пожалуйста, вернитесь и завершите покупку, пока товар еще есть в наличии. Соответственно, если после такой рассылки человек не возвращался, мы уже отправляли ему этот промокод, что, вы знаете, нам так было бы будет приятно, если вы у вас это купите, да, вот вам, пожалуйста, промокод, будем очень рады помочь, оказать какое-то содействие, надеюсь, что вы получите удовольствие от покупки. По результатам такой компании мы увидели, что показатель отказов по вот этим нашим рассылкам снизился на 20%, что было очень приятно, то есть вероятность, скорее всего, что пользователи стали меньше покупать у конкурентов, так как цена была плюс с вот этим вот новым предложением была выгоднее, чем предлагали конкуренты, естественно, отсюда был успех. Второй кейс, довольно любопытный, это такой нишевый магазин с достаточно специфическими товарами, связанными с электроникой и очень высоким средним чеком. И с проблемой мы столкнулись с следующим, да, несмотря на то, что конкурентов у интернет-магазина немного, но тем не менее из-за того, что цена товара высокая, соответственно, это покупка с высокой степенью вовлеченности, значит, пользователи заходили на сайт, они много читали, много изучали, много смотрели, и, как написано в презентации, до 15 минут проводили на одной странице, изучая спецификации товара. И задача, которую поставил перед нами клиент, это немножечко их растормошить, разбудить, да, и все-таки напомнить о том, что основная цель их прихода на сайт, это приобрести товар именно с нужными ими спецификациями и функционалом. Что мы сделали? Мы разместили мотивационные попапы на неактивность. То есть, если, например, пользователь находился на одной странице больше 10 минут, ему всплывала окошко, да, что, дорогой наш пользователь, так здорово, что вам интересная информация на нашем сайте, да, и нам это очень приятно, и давайте мы вот вам еще дадим такую маленькую приятную плюшечку, если вы завершите ваш заказ, да, если вы приобретете вот тот товар, о котором вы так интересно читаете. Кроме того, так как покупка серьезная, то мы настроили так называемые виртуальные закладки. Это если пользователь, например, на странице корзины он выбрал какой-то понравившийся товар, но хочет еще подумать, пойти посмотреть другую цену конкурента, в момент, когда он закрывает вот это вот окошко, ему всплывал попап и предлагал оставить свой email, да, на который мы бы потом отправили ему вот этот самый товар, да, со ссылкой на корзину, чтобы он мог вернуться и купить. В принципе, в данном случае решение довольно оказалось эффективным, потому что действительно, да, там, если человек сравнивает какие-то два товара, он знает, что, ага, вот тот вот есть у меня на почте, он может пойти, посмотреть, перейти по ссылке, купить. Это удобно. И плюс дополнительную мотивацию также разместили в email для брошенных корзин, да, то есть для тех пользователей, которые приходили, начинали вводить свой email, но не завершали заказ, и потом приходило письмо о том, что мы заметили, что вы оставили в своей корзине такой-то, такой-то товар, да, пожалуйста, если вы вернетесь на сайт и завершите этот заказ, вот вам будет такая-то небольшая скидочка. И мы заметили, что увеличение конверсии в своих email, дошла до 10-6%, что достаточно здорово, с учетом того, что в среднем у нас конверсия по email с брошенных корзин для электроники где-то около 6%. Поэтому, видимо, опять-таки направление было выбрано верно. Это последний был кейс, надеюсь, что какая-то информация была вам полезна. Если есть какие-то вопросы, то с удовольствием отвечу. Сейчас разберусь, как это работает. И мои контакты, пожалуйста, пишите на email, я буду очень рада помочь. Спасибо. Да, спасибо, Кать. Вот прям замечательный доклад. Лично то, что я показывал, вот как раз такими практическими кейсами было подтверждено и про рассылку, и про какую-то персональные какие-то рекомендации. У нас есть тоже отдельная история, которая называется Bittrex Big Data. Сейчас даже покажу, где находится. Это возможность создания таких вот персонализированных каких-то предложений на вашем сайте. То есть у нас очень большая база Большая база интернет-магазинов, которые работают на Bittrex, которые пользуются этим сервисом. И, соответственно, большая база. Мы видим, какие товары покупают клиенты, какие товары покупают вместе с этими товарами, какие у кого предпочтения. И мы умеем эту информацию анализировать и искать схожих покупателей с похожими интересами и выдавать информацию о, грубо говоря, такой похожести. То есть создавать вот такие персонализированные какие-то предложения. Ну, это, по-моему, тема как раз тоже следующего доклада. А мне хотелось бы про что поговорить. Екатерина рассказывала о том, что важно следить за своими пользователями, за их поведением на сайте. Вот у нас как раз есть такой инструмент, который позволяет эти штуки делать. Называется он Web Analytics. Доступен только в редакции бизнеса, только в редакции эксперт. Я не буду сейчас на нем, наверное, конкретно останавливаться. Здесь, на самом деле, тут тоже очень много инструментов. Это такая тема для отдельного вебинара. Но если кому-то интересно, поставьте плюсики в чате. Подумаем, может быть, запустим отдельный вебинар именно конкретно по Web Analytics. Ну, тем не менее, да, позволяет смотреть и посещаемость вашего сайта, и по каким-то событиям смотреть, сколько было тех или иных событий сделано. И с поисковиков, кто к вам приходил, и пути посетителей на сайте. В общем, все-все-все. Максимум статистики. Ну, кто-то сравнивает, да, говорит, что, а зачем нам это надо, если есть там Google и Яндекс. Но, на самом деле, наша аналитика, она наиболее точная, потому что она не режется всякими резалками. И, ну, вот, она максимально точная, скажем так. И еще один инструмент по анализу, который достаточно популярен, но достаточно технически сложен, это AB-тестирование. Мы сделали этот инструмент максимально простым, то есть его может запустить даже, ну, не технический специалист, я не знаю, там, маркетолог какой-то или обыкновенный менеджер. Что это такое, AB-тестирование? Это возможность посмотреть на ваш сайт глазами разных пользователей и обратить внимание, как будут работать те или иные изменения, какие изменения будут приводить к увеличению конверсии. Например, ну, вот, есть несколько готовых шаблонов, да, например, новый дизайн, там, главная страница, детальная карточка товара, страница корзины и так далее. Вот давайте запустим главную страницу. Я просто сделал сейчас дубль главной странички. Мы ее сейчас попробуем с вами немножечко изменить и просто посмотрим, как это работает. Так, сейчас я посмотрю, забыл, пока сидел, забыл, как у меня называется вторая страничка. Вот она, индекс, вот так вот, PHP. Давайте попробуем сделать. Да, и сейчас давайте изменим эту страничку. Допустим, мы считаем, что у нас баннер, который мы показываем, возможно, он лишний. Может быть, он у нас влияет на конверсию и конверсия из-за этого хуже. Допустим, мы решили проверить такую вот гипотезу, что для этого надо. Для этого достаточно запустить вот такой вот АБ-тест, который называется главная страница. Указываем, на каком сайте у нас будет работать этот тест. Там название, описание, длительность теста. Мы можем запустить его на какой-то ограниченный период времени, либо до ручной остановки теста, да, пускай будет. Указываем процент трафика, который мы хотим бросить на этот тест. Допустим, ну, пускай сделаем 100%. Пускай все у нас пользователи, которые будут заходить на мой сайт, будут делиться на две группы. Первая группа у нас будет видеть текущую страничку. Вот она, индекс PHP. А вторая группа будет видеть новую страничку. Ну, вот, пускай под таким названием. Теперь я это сохраняю. И этот тест необходимо запустить. Он у нас запущен. Ну, пока у нас, да, не достигнут такая достаточная статистическая мощность. То есть, когда у нас пользователи будут заходить на наш сайт, давайте попробуем. Я запущу сейчас в режиме инкогнито. Какой он нам будет показывать. Посмотрим. Сейчас, одну секундочку. Так, новое окно в режиме инкогнито. Ну, пускай вот так попробуем. Так, старая версия. С баннером, да? Сейчас, наверное, все время будет показывать, наверное, здесь старую версию. Так. Давайте так попробуем. Вот, да, уже показали мы другую версию, без баннера. Вот. И таким образом посетители вашего сайта будут делиться на две группы. Один будет показывать старую версию, другим новую версию. И вы потом сможете вот здесь посмотреть, на какой версии у вас конверсия лучше, на какую сумму заказов больше купили. И, в принципе, все показатели в корзину, да, сколько добавлено, сколько оформлено заказов, сколько из них оплачено. Все это будет здесь выведено. На самом деле, хороший, гибкий инструмент. Ну, в принципе, вот, можно брать им и пользоваться. Пока доступно, насколько здесь, шесть шаблонов. Ну, в дальнейшем будут еще вот доступны шаблоны с возможностью протестировать композит. Это наш сервис для ускорения сайтов. Возможность протестировать CDM, тоже сервис для ускорения сайтов. И Big Data, вот как раз ту самую персонализацию, при которой я сегодня немножечко коснулся. Так, ну, вот, наверное, и все у меня. Давайте посмотрю вопросы сейчас. Если остались метрика, ну, по сути, да, спрашивают по поводу метрики, я говорил. Да, метрика аналог, но я объяснил, чем с нашей стороны лучше, да, мы все-таки точнее. Там может быть небольшая разница, там, ну, насколько я знаю, там порядка 50%, но, тем не менее, вот. Да, можно метрикой пользоваться, можно тем инструментом, который есть у нас. Так, ну, наверное, у меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, спрашивали здесь мои контакты. Давайте, наверное, сейчас следующим образом сделаем. Сейчас создам документик небольшой. Я вот так вот напишу свои. Это моя почта. Куда, в принципе, можете смело писать вопросы, если какие-то остались. И меня можно добавить в нашим нетворке. Витрикс24.net Никита. Да, здесь я больше как бы в режиме онлайн, ну, всегда с клиентами нашими общаюсь. Так что можете добавляться и писать. И писать. Так, вижу плюсики. Три человека поставили. Это, очевидно, те, кто у нас интересуется по модулю веб-статистики. Ну, посмотрим. Может быть, получится сделать отдельный вебинарчик такой. Я подробнее про него рассказываю. Так, ну, у меня все. Я вижу, вопросов нет. Большое спасибо всем, кто сегодня слушал. Ну, как я уже говорил, да, запись выложим. Выложим. Надеюсь, что какую-то полезную информацию из сегодняшнего вебинара вы вынесли. Ну, если это так, можете плюсики поставить, чтобы было примерно понятно. Если вы чего-то не услышали, чего планировали услышать на этом семинаре, напишите, пожалуйста, здесь же в разделе «Вопросы» для того, чтобы я мог передать эту информацию своему коллеге, который будет через неделю вести следующий вебинар. По-моему, через неделю там, да? Через две недели, наверное, даже. По-моему, 6 ноября. Много Никит в нетворке. На самом деле, вот по этому адресу, если мы пройдем, битрикс24.нет Никита, то Никита там будет только один. Давайте проверим. битрикс24.нет Никита. Вот это мой профиль, Никита Горбунов. Можете мне написать сообщение и добавиться ко мне в нетворк, и будем общаться. Ну, вот с таким адресом профиль точно только один. Так, ну, повторяюсь, если какие-то вопросы остались, да, либо напрямую мне пишите, либо пока я еще не завершил наш вебинар, пишите вопросы здесь. В следующий раз попрошу, чтобы показали интеграцию CRM, и чуть-чуть подробнее про пульс, конверсии и бизнес-модели. На самом деле, ничего сложного ни в одном из этих вещей нет. Скайп есть, но по скайпу я вот в рабочее время не общаюсь. Поэтому лучше все-таки в нетворк написать, либо в почту. Почта у меня достаточно простая. Никита один из битриксов. Ну, раз больше вопросов нет, то заканчиваю наш вебинар. Сейчас выключим запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.